Уснуть в том, что ешь, может каждый ежик, не исключение. Он пришел на пикник к ростовчанам, забрался в кастрюлю с пловом, наелся и уснул. Подписчиков сети умилила такая картина. Еще ростовчане говорили о нутрии на роднике, хрюкающей прогулке по садовому товариществу и перестукивании соседей. Что еще обсуждал Ростов-Сети на этой неделе, расскажу вам я, Екатерина Лободина. Здравствуйте. Поствосхищение и грусти одновременно. Автор написал. Дом на Соколова 20. Невероятный? Да. Величественный? Да. Был когда-то. Это третий этаж доходного дома Чернова. Даже сейчас, спустя более чем 120 лет, еще можно представить, каким был в конце 19 века. Даже не подъезд, а настоящая парадная. Высокие потолки, большие окна, простор. Ажурная вязь лестничного ограждения. Лепнина повсюду, под потолком, на потолке, на стенах. Царство декора. Многие подписчики тоже огорчились, что такое красивое здание пришло в упадок, и его не реставрируют. А другие возмутились безразличием властей, коммунальщиков и самих жильцов. Еще один пост недовольства. Остановка Котельная в Октябрьском районе пострадала от вандалов. Автор поста написал, только вчера уезжал, и эта остановка была целая. Когда уже в Ростове начнут ставить антивандальные установки? Нужно такое стекло, чтобы выдерживало пинок взрослого человека, а не этот хрусталь. Многие мысли автора поддержали, комментаторы добавили. Остановки у нас с железными скамейками и прозрачной крышей. Зимой сидеть холодно, а летом как на костре. Все для людей. Но некоторые возразили автору. Не стекла надо ставить антивандальные, а камеры, чтобы можно было вычислить и наказать по всей строгости закона. Ну и добавить к этому еще можно что-нибудь о воспитании, чтобы и хрусталь прохожих не боялся. Нашествие медуз на берег Азовского моря впечатлило очевидцев. Они сняли видео и показали, какие крупные экземпляры принесло. Автор паста написал, крупные особи могут жалить, как пчелы. Ну а некоторых комментаторов удивило поведение автора. Шел 21 век. Люди истерично реагировали на обычные природные явления. Ежегодное нашествие медуз, ужей греющихся на солнышке, кротов, медведок на свою беду, выползших из земли. Многие поддержали эту мысль. Они же каждое лето появляются. Еще упомяните с удивлением о сильном ветре и дождях. А кто-то попытался определить вид медуз. Похожи на корниротов. Кстати, опасны. На Черноморском побережье тоже много было. Дружные соседи встретились автору поста в одном из дворов Ростова. На его кадрах видно, как жилец квартиры ниже решил использовать швабру не по назначению. Через стенку балкона он пытался достучаться до своего соседа сверху. То ли это был специальный сигнал или предупреждение о чем-либо. То ли он просто так достает своего оппонента. А некоторые подписчики решили, что это он помогает с ремонтом балкона, закрепляя отделку. Еще версия. Вызывает соседа на бой, просто голубей гоняет, отстукивает послание морзянкой. Игра престолов снимается в Ростовском дворе. Подписчики обратили внимание на декорации. Рядом с привычными лавочками у подъезда стоит чей-то персональный трон. Комментаторы предположили, видимо, это место главной бабушки. Может, ее даже называют владычицей двора. Некоторые вспомнили свой опыт. Я как-то с внучкой ходила мимо одного прекрасного ростовского двора. Мы подошли поближе его посмотреть. И тут же из открытого окна такая владычица накричала на нас. И хотя мы ни к чему не прикоснулись, она кричала и угрожала. Необычная гостья пришла на роднику монастыря Сурбхач. Автор поста написал. Здесь обитают не только уточки, но и вот такая упитанная нутрия. Людей совсем не боится, подходит близко и выпрашивает что-нибудь вкусненькое. Судя по видео, грызуна и правда не волнует обстановка вокруг. Он занят своими важными делами и не обращает внимания на других. А выглядит так, что некоторые комментарии нашли в ней сходство с Кэпибарой. А вот еще один гость, но уже в СНТ красный садовод на западном. По словам очевидца, входит важный и похрюкивает. Людей и машин не боится. Только вот некоторые подписчики от умиления далеки. Это его боятся и люди и машины. Я бы тоже испугался, если бы встретился с ним на улице. Такому бронепоезду ничего не страшно. А другие сразу решили, что раз страха нет, то он домашний. Дикие так не выглядят. Игуану заметили стоящий в очереди в супермаркете. Точнее, сидящий на плече у покупателя. Автор поста рассказал. Заходишь в продуктовый, стоишь спокойно в очереди, как вдруг из-за плеча выглядывает игуана и жадно на тебя смотрит. А вот подписчикам ящерица понравилась. Хорошенькая, перламутровая. Интересно было бы с ней в очереди постоять. А некоторые решили, что она не настоящая. Может быть, из-за качества фото. Кто-то лицом в салате, а он мордой в плове. Автор поста написал. Ежик гулял по саду, в котором ростовчане устроили пикник. Увидел кастрюлю с пловом, свалился в нее, наелся до отвала и уснул. И комментаторы похвалили ростовчан за то, что накормили ежика. Насмеялась от души и за ежика рада. Как хорошо, пусть будет больше добрых новостей. Не обошлось без курьезов и в день знаний. Ростовчане нарядили своего пса в форму первоклашки и привели на линейку в школу номер 82. По словам автора поста, окружающим такой перформанс понравился. Многие начали фотографировать собаку в костюме. Это была самая очаровательная первоклашка и профессиональная модель, которая любезно соглашалась со всеми фотографироваться. Правда, под конец линейки она немного устала, но не потеряла от этого своего очарования. Многим такая идея понравилась. Классно. Это, наверное, самое лучшее, что было на линейке. Дети линейки обычно не любят, там скучно. А тут такое разнообразие. В одном из супермаркетов Ростова застукали семью тараканов за трапезой. Насекомых обнаружили под пиццей собственного приготовления магазина. Некоторые решили, что автор просто не понимает в приправах, поэтому так реагируют. Другие посочувствовали тараканам. Ну вот, взял и разрушил семейное гнездышко. Кто-то в комментариях стал вести новостную колонку. Криминальные новости. Мама привела детей поесть пиццу. Тут прибежали какие-то незнакомцы, пиццу отобрали, скандалили, а потом вообще убили все семейство. Ростовчанин призвал автовладельцев не парковаться на велодорожках и написал «Уважаемые водители, не делайте так больше, пожалуйста. Когда получите штраф, сердитесь на самого себя. Это вы сделали все, чтобы потерять деньги». Некоторые попросили не обобщать. В целом, водители на Пушкинкой паркуются по правилам, но отдельные личности постоянно и нагло нарушают этот порядок, демонстрируя низкую правовую культуру. Зачем? А кто-то напомнил велосипедистам, что, переходя дорогу, надо не ехать на своем двухколесном транспорте, а идти пешком и катить его рядом. А вот еще один пост недовольства. Дерзость некоторых водителей возмутила очевидцев и многих подписчиков. Автор написал «Дерзость и общественное неуважение этих автовладельцев на Большой Садовой» не знает границ. Согласны? Некоторые предложили писать не в соцсети, а сразу в ГИБДД. Здесь полицейские могут не увидеть. За такое поведение надо штрафовать. Поэтому пишите заявление в ГИБДД и приложите фото. А кто-то не увидел в этом проблему. Обошел и пошел дальше. Это же не трудно. Необычная работа светофора привлекла внимание очевидцев. Для водителей и пешеходов одновременно горели желтый и красный на одном из светофоров на ГПЗ-10. Знающие ПДД сразу рассказали, как надо вести себя в такой ситуации. При неисправности светофора следует руководствоваться знаками приоритета. Если знаков нет, то правилами проезда нерегулируемых перекрестков. Всякое бывает с электрикой. Не все так страшно. Старенная чугунная лестница привлекла внимание ростовчан. Автор гулял по городу и зашел в один из домов на Тимирницкой. Решил поделиться своими впечатлениями. Остатки былой роскоши. Шикарная чугунная лестница в доме на Тимирницкой. Некоторым это место показалось знакомым. Лестница красивая и хорошо сохранилась. А вот все остальное в ужасном состоянии. Я 8 лет назад была в этом доме. Жаль, что никто не сохраняет такую красоту. Многие пользователи восхитились красотой, а кто-то посчитал это старьем и решил, что старый фонд необходимо сносить. Это весь мой улов интернет-новостей на этой неделе. До встречи!